Всем доброе утро. Смотрите, я встала. У нас дождик идет. Слышите? Блин, а как мы с Чарли гулять пойдем? Никак, что ли? Сегодня Чарли у нас обломился с прогулкой, что ли? Как странно, дождь-то не передавали, а он идет. А у меня белье наверху висит. О, блин. Потому что дождь-то не передавали. Вот, блин, даю. Ну, ладно, там темное все висит. Я сейчас пойду себе вареники делать. Вареники-беники. Делаю вареники. Слышите? По крыше капают. Вообще. Так вот, день начинается. У меня тут есть типа дворога, рикотта, реки сон. Буду делать. вкусняшку. Там у меня эники-беники ели вареники. А сейчас я попробую вот этот, который мне дали. Валькампо, экологический. Ну, это кофейный напиток. Здесь. В общем, всякие. Всякие вот эти вот. Вот такие. Зерновые, что ли. Как там назвать-то? Сериалис. Ну, я такой же пью, только не... В смысле, какая разница между моим и эти? А мой с медом идет. И вот это молочком пчелиным. А это натуральный. Натуральный блондин. Он один в стране, один. Такой один. Вот, попробую. Есть буду со сметаной. Все как положено. Хе-хе-хе. Сметаны столько навалила. Хочу сметану. Вот. Это, кстати, не йогурт, а сметану. А то многие любят называть йогурт греческий сметаной. Не знаю почему. Но сметана-то вкуснее. В парк сейчас поедем. На улице дождь закончился, но пасмурно как-то. Хотя, знаете, я пасмурно, и тем не менее, как бы, свет мне мешает для глаз. Поэтому все время без очков как-то хмурюсь вот так всегда. А в очках темновато. Где найди счастливую середину, не знаю. Вот. Но тепло. Я думала, что будет полно. Главное, ветра нету, и все, зашибись. Когда у нас ветра нету, то, блин, вообще классно. Классно стоим, вот, ждем тут. Чарль уже и дела свои делал. А мы все ходим. Время уже первый час, что скоро есть. Кушать надо. Я уже... А мы еще даже не гуляли. Ну, погода, видите. Я бы так и одна уехала куда-нибудь. Муж просто у него работа нарисовалась. Вот. А дождик был, поэтому куда я одна-то поеду? В дождик чего там гулять-то неинтересно. Знаете, больше всего всего... Больше всего... Что больше всего бесит? Вот у нас тут машины вот паркуются. Мест парковочных, в принципе, не очень. Есть, но не очень. И вы знаете, половина из этих машин имеют гаражи. Вот, например, вот такие гаражи, да. И вот половина из этих машин, которые здесь припаркованы, имеют гаражи, но они там не паркуются. Они паркуются вот здесь. Вот я... Меня больше всего бесит. Нафиг ты паркуешься здесь, если у тебя есть гараж. Да? Зачем ты тогда вот за этот вот значок в АДУ, вот что нельзя парковаться на этой... Они денюжки платят. То есть они за гараж тоже деньги платят. Тогда нахрен ты это все делаешь, если машину все равно паркуешь на улице. Вот я вот этого не понимаю. У нас там тоже есть красная машина, в которой гараж. И она просто берет и наглым образом занимает мое место. Я так думаю, да. Не знаю. Или мотоцикл тоже, знаете. Мотоцикл, он же уместится не на... Ну, и для мотоцикла не так много мест нужно, как для машины. Вот он припаркуется. Вот там вот тоже есть один мотоцикл. Всегда. Вот он. Он бы мог перед вот этой машиной, серой, прекрасно припарковаться. Нет, он же припарковался так, чтобы занять целое место для машины. И этот мотоцикл вообще оттуда не шевелится. Вот как он припарковался 16-го числа, так он до 1-го числа там и будет стоять. Я не знаю, смысл тогда иметь этот мотоцикл, чтобы он там постоянно стоял. В Испании очень большая проблема с парковочными местами. Поэтому эта тема для меня больная. Я когда вижу полностью мотоцикл, который занимает место в машине, причем есть рядом для него, где уместится прекрасно, нет, он же занимает полное место. У меня это очень сильно весит. Я вам даже сейчас покажу. Смотрите, вот, например, вот он стоит, да, занимает целое место. Вот сзади этой машины могла бы прекрасно припарковаться еще одна машина. Нет же, он вот встал, разрогатился, и все. Хотя впереди этой машины, смотрите, он бы прекрасно здесь уместился. Нет или нет, или вы скажете нет. Здесь прекрасно уместится полмашины или целый мотоцикл. Нет, он занял целое место и стоит там все свои 15 дней без движения. Я никогда не видела это место свободное. Вот мой муж приехал, так что мы едем. Вот так вкусно пахнет. Заехал туда. Офигел совсем. Поехали. Несмотря на погоду, народу, в принципе, на пляже много. Мы все-таки приехали на набережную. Там море. Море, конечно, не очень, но серое. Люди хотят уже солнца. Весны и пляжи хотят. Но что-то никак погода в этом году. Вроде бы как на той неделе радовались. А все, порадовались пару дней, и хватит. И хватит. Чарли тут бегает. Вен ты aquí, вень. Мучико. Вень aquí, кемучико, вень. Чарли, вень aquí. Вамо. С щенком каким-то. Я больше не щенка боюсь. А дети начнут гладить моего Чарли, а мой же Чарли не очень любит, чтобы его гладили. В общем, вы знаете историю про Чарли детей. Поэтому надо быть осторожнее с ним. Я думала, что детей не будет, а их тут много. Но маленьких не очень, конечно, много. В общем, будем сейчас погуляем немножко. Я в Толстовке, и вот в своей любимой, как говорится, оказывается, на весну. Петровка. Ой, там маленький. О, е! Бенаки! Видите? О, е! О, е! О, я е! О, е! О, е! Продолжение следует... 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 И вы знаете, я даже поспала, представляете, в воскресенье так расслабилась и немножко соснула, то есть поспала, не подумайте ничего такого, в общем, а сейчас решила чай попить. Надо мне купить черный без кофеиновый, что-то я никак не найду, просто в том месте, где я покупаю чаи на развес, которые хорошие, магазин специальный для чая, там у них нету черного обычного, там у них вот только RL Grey есть, что я, наверное, переборщила даже этот, или нет. Вот, вот, такие у нас планы на вечер. И фильм, фильм «Смотрю после тебя» с Сергеем Безруковым, тоже мой любимый актер, кстати, еще со времен, господи, как же этот сериал-то назывался с ним в роли «Бригада», во, это, как говорится, фильма моей, не молодости, да, можно сказать, юности, что ли, «Брат», «Бригада», хорошие фильмы были, да, и актеры такие классные вообще. Вот, я, кстати, «Брат» смотрела пару раз, пересматривала, и «Бригада» два раза пересматривала сериал, очень хороший был. Эх, сейчас тоже хорошие выпускают некоторые, что хочется пересматривать, но потом, в будущем, пока пьем чай. Ну что, у меня сейчас будет ночной чай. Вот, и пойдем смотреть «Большой брат», скоро финал закончится, жалоба, ну или что, еще что-нибудь приду, чтобы нам скучно не было. Вот, буду с вами прощаться, до завтра, завтра у меня кое-что-то планировано, так что подписывайтесь, друзья, чтобы не потерять колокольчик, чтобы не приходило оповещение, пишем комментарии. Спасибо всем за комментарии, рада, что вы мне пишете, и всем до завтра, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok